здравствуйте дорогие друзья сегодня будем с вами тестировать два полезных способа соединения вот такой вот трубы как видите вот у меня есть обрезки но мы их никаким образом не можем соединить с этой стороны здесь все понятно раз вставил труба вошла соединение есть все замечательно а теперь представьте что у вас есть две вот такие трубы которые между собой можно соединить один способ возможно вы помните в прошлых своих сюжетах я его вам вкратце рассказывал ну давайте сегодня его также вам покажу каким образом можно соединить трубу одинакового диаметра способ номер один включили я поставлю сразу на второе положение прогревать буду на пятую часть после чего нагревайте медленно периодически а она так а это Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все хорошо, легко, быстро и качественно. Теперь есть такое же соединение, только, к примеру, нет у вас фена. Смотрите, каким образом можно это сделать. Здесь я разъединил, потому что нам оно не понадобится. Сделаем вот на этих двух концах, которые не использовали. Способ номер два. Здесь нам с вами потребуется вода и кастрюли. Ставим и ждем, пока она у нас с вами закипит. Значит, друзья, мы с вами сделали вот это вот соединение при помощи фена. Вот еще раз покажу вам, чтобы вы не подумали, что я вот такой вот подманщик. Раз, вот оно в соединении, видите? Оно, кстати, осталось в той же форме. Кому интересно для того, чтобы вытаскивать, смотрите, все отлично, все замечательно. Теперь мы сделаем соединение с другой стороны, видите, ровные трубы, вот на кипяточке. Значит, общий смысл в чем? Нам потребуется взять трубу и опустить ее в кипяток, ну, плюс-минус где-то на минуту-две. А там будем тестировать. Поехали. После того, как примерно минутка прошла, достаем и проверяем. Как вы видите, труба становится уже мягкой. Поэтому ставим ее обратно и продолжаем ждать, когда она нагреется у нас с вами. И пробуем теперь соединить. Так, практически, видите, даже немножко перегрелось. С одной стороны сильно надавил. Поэтому мы сейчас чуть-чуть это все дело поправим. И заново попробуем одеть. Ну, в общем, эффект, в общем, в принципе, я скажу вам даже неплохо. Посмотрите, если вот вам видно на свет, то со стороны, где я делал вот в этом месте увеличение, видите, оно немножко ребрится, когда мы делаем феном. Здесь же я вам скажу, все, намного как-то даже, так, можно выключить, качественней. Как-то он более плоский, поровнее, я бы даже сказал, соединение получается. Вот, а здесь немножко оно ребрится. Поэтому обратите внимание. Ну, что, дорогие друзья, могу сказать. Эффект номер два. Кипяток. Работает. Нет фена. Кстати, нагревал примерно 5-7 минут, наверное. Даже не одну, три, как я рассчитывал, а 5-7. В крутом кипятке, не выключая, нагревал. В принципе, тоже крутится, тоже можно в случае чего вытащить. Вот, разъединить. Очень даже неплохо получается. Поэтому, кому понравилось мое видео, пишите ваши комментарии. Может, кто знает еще какие-то способы интересные для соединения вот таких вот труб. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok